В Гомельском Державном Университете сегодня проходят урочистости, присвященная 30-ти годию присвоения установки имя Франциска Скарыны. Эта подея отбылась 29 листопада 1988 года и стала официальным признанием заслуг ГДУ по выучению спадчины белорусского книга-друкара. С истории Университета ознайомился Олег Синцеров. Официально история Гомельского Державного Университета отличается от 1930 года. Хоть не выключено, что установа старейшая на один год. Зараз тут зарабели отповедный запад у архивы. У вынеку подтверждения, в наступном годе университета значит 90-годовый юбилей. От педагогичного института имя Валерия Шкалова до Державного Университета имя Франциска Скарыны эта история установы, яка, что могла сказать себе по-иншему, в 1962 году Гомельский Гару Конкам пропоновал присвоить такачастному институту имя Якуба Колоса, а по неких причинах только этим решением справа и обмежевалась. До речи имя лётчика Чкалова, який по-иншему, служил в Гомеле, официально никто не отменял. Далее оно зникло с названием, докладно невядомо, что отрежется имя Франциска Скарыны, то отремать его на пря конце 80-х жадали еще и научальные установы на родиме книга Друкара о Полоцку. Рашенье на крыс гамечан приняли зуликом иснования тут науково-доследжей лаборатории по выучению спадчины Франциска Скарыны. По выникам доследованиям гамечане не только опубликовали шерох работ, а ле и доведались о про ней невядомых фактах с биографии книга Друкара. Гэта праца, до речи, притягивается и зараз. Конечно, 30 годов назад вельми тьмяные были уявления про особу Скарыны, про его деянность, про то, что он сделал, и чем он занимался, и навод, коли он жив. Ну, а зараз уже другий час, слава Богу, и мы завсёды никогда не будем видать смертликих тайн его життя и творчасти, але все-таки основные этапы его життя, основная накераванность, его основная деянность нам зараз ведома. Что месячное посаджение высшайшего органа самокирования Гомельского державного университета Совета ГДУ сегодня проходило в поширенном составе. У СУЗИ за 30 годом присвоение установы имя Франциска Скарыны и ее сопрацовники отрымали узнагороды, медали, грамоты, подарунки. Юбилей – добрая подстава подвести выники и удокладнить планы. Сегодня университет заявляется ведучей высшей научной установы белорусского полесия. И хоть покой он не уходить успех с 500 левших университетов света, что жадание трапит туды у гомельчан. Есть тем больше, что в инших рейтингах Гомельский державный университет имя Франциска Скарыны займает достаточно высокие места. Министерство образования несколько рейтингов учитывает, в том числе вебометрикс. Наш университет сейчас на пятом месте в республике и где-то в 15% лучших университетов мира входит. Но это опять же там несколько показателей, в том числе узнаваемость и научные публикации. Олег Синчаров, Валерий Копанько, Телерадо, компания «Гомель».